Итак, первым я покажу вам соус маринара, который был куплен вчера в Коско. И вчера же я уже его открыла и немножечко использовала его. Для чего я беру? Во-первых, маринару я не покупаю просто так, потому что я считаю, пусть здесь, конечно, и больше литров каждой банки. За эти две банки вы даете почти 11 долларов. Я считаю, что это очень дорого. Соус, конечно, обалденно вкусный, но только из-за того, что была на него вчера скидка практически 3 доллара, я его взяла. Значит, для чего я использую? Во-первых, это отличная изюминка для вашего борща или, в принципе, любого супа, но в данном случае борщ это просто супер. Вы можете использовать его просто в пасту, как подливу. Вы можете использовать его к вашим ньоке, к любым видам вареников, там, равиоли. Просто соус для чего угодно. Он очень-очень вкусный. И даже дети его едят, вы знаете. То есть, как бы дети обычно едят любой соус. Очень хорошее дело. Мастер обычная желтая горчица сладкая. Обычно в Коско она продается всегда. Две упаковки, так как пока что я отошла от кетчупа, потому что в нем и сахар, и калории. Я все-таки перешла. Дети у меня очень любят тоже горчицу, но у меня давно закончилось. Так вот, я взяла. Ну, в сегодняшней упаковке я вижу, что в каждой упаковке немножечко больше чего-то, чего больше... Да, больше количества. Поэтому это удобно. Во-первых, я использую для соусов салатных. То есть, очень вкусно, если вы берете буквально вот эту горчицу, лимонный сок. Вы можете взять виноградный уксус, вы можете взять винный уксус и немножечко чеснока. Это супер подливочка такая, не подливочка, соус для салата или для каких-нибудь холодных блюд. Ну, и просто дети это едят, конечно, у меня есть с макаронами, там, с сосисками и, в общем, со всем, чем можно это есть. Это лучше, чем кетчуп, потому что, во-первых, ноль калорий и почти... Ну, очень мало сахара. Очень-очень мало сахара. Две упаковки стоили 5 долларов. Ребята, это новинка. Я очень рекомендую. Я вообще очень люблю орешки или что-то такое. Ну, дорого получается. Орешки минимальная там цена в районе 15 долларов минимум, минимум. А тут я лазила по этому отделу, там, где у них сухофрукты, орешки, всякое такое. И вдруг нахожу, вижу, как бы, шкурки, нарезанная шкурка кокоса. Я такая, думаю, интересно. Ну, конечно, была закрытая, не знала, что это, только лишь как бы по внешнему виду на обложке. Вот так это выглядит. Думаю, господи, но ее жевать, наверное, нельзя. Но цена меня соблазнила. 6 долларов в качестве такого снака маленького. Это интересно. Думаю, попробую. Максимум верну, если мне не понравится. Как известно, в Коско можно возвращать даже продукт, который вы открыли, и вам не понравился. Вот будьте внимательны, посмотрите, как это выглядит. Они... Это тонко нарезанная шкурка кокоса, которая обжаренная. Ребята, это такой delicious. Просто вы не представляете себе. Вы знаете, оно по ощущениям, когда вы его вот только закладываете в рот, значит, оно напоминает вот как миндальный орех. Вот знаете, хлопья миндальных орехов продаются. Вот вы как будто миндальный орех кушаете. Только единственное, что он, ну, как бы без вкуса, без запаха. В нем нету сахара. Естественно, там без ГМО. Глютен-фри. И что-то там еще было даже написано. Ну да, короче, ГМО и Глютен-фри. Значит, здесь же сразу написано, куда вы можете использовать. Конечно, это штука калорийная получается. Вы можете его в салат использовать, да, то есть как орешки. Вы можете в утреннюю кашу свою квахер использовать. Вы можете также в выпечку. И вообще, где вы можете добавлять орешки или сухофрукты, везде это идет. Очень рекомендую. Кто не брал, кто видит. Очень классная вещь. Здесь 625 грамм. Стоило 6, ну, с копейками долларов. Вот такой хлебушек. Он с разными там грейнс. 500 грамм в патче. То есть, получается килограмм за 3,99. 4 доллара. Он очень вкусный. Он у нас не так быстро расходуется. В общем, я его рекомендую. Сметана 14-процентная. Обычно она стоит почти 4 доллара у них. Чуть меньше, чем 4 доллара. Вчера по какой-то непонятной мне... Вообще, коска была вчера полупустой. Видимо, после праздников они хотят многое освободить. И нам очень многие вещи болела скидка. Обычно сметана эта стоит меньше 4 долларов. Вчера две эти банки стоили за 1,50 доллар. У нее хороший срок еще. То есть, все отлично. До февраля вот 2017 года. Вот. 6 февраля 2017 год. То есть, все в порядке. Но, видимо, им нужно было освободить полки. В дополнение... Ой, из молочного. Если я вам показываю, вот я еще беру творог. Так. Здесь получается килограмм. 500 грамм в каждой пачке. Килограмм творога. 10 долларов почти. Очень хороший творог. Я его люблю. Я его как бы... И тесто из него делаю. И сырнички те же, да, для детей можно. И тесто для пирожков, которые мы с мамой моей готовили, показывали вам. И вообще, мы с Костей просто любим творог со сметаной вечером, как в такой снаг. Вот я беру именно этот. Драмстикс. Это... Такие... Ну, типа ляшечки, только нижняя часть. Они сейчас такие мисистенькие были. Доллар стоит почти 5 долларов. Килограмм почти 5 долларов. Здесь на 15 долларов. Практически. На 14.56. Почти 3 килограмма. Их можно и в бульон, и просто тушить с картофелем, и в духовочке, и, в принципе, барбекюле там можно делать. Но они не всегда мисистые. Иногда они бывают такие худенькие, но с них вообще ничего. Я их даже не беру. В этот раз они были очень мисистые, и не было вот этой верхней части пулечки. Я обычно ее люблю брать. Поэтому взяла это. И еще здесь... Ну, не очень хорошо видно. Свинина. Такая вот вырезка. Вот здесь на 15.44 у меня взято вот такой кусочек мяса. Здесь у меня получается... Так, килограмм стоит 5.30. И здесь у меня... Ну, тоже почти 3 килограмма мяса. Тоже, конечно, все это разделываю, все это разберу, разложу. Я уже показывала в одном из своих видео обзоров из Костка, как я разбираю, сортирую все... Разное мясо и распаковываю, и замораживаю порционно. Дальше бананы. Я практически никогда не беру бананы в Костка, но... Они, в принципе, получаются то же самое, что и в Нофриле. Я беру плюс они вчера так хорошо пахли. Они были такие желтые, что я обычно всегда беру, они зеленые. Но они, конечно, там через день-два, конечно, становятся полностью желтые и уже черные практически. А эти такие желтенькие, красивые были за доллар 60. Это здесь больше килограмма. Кило 300. В общем, короче, я взяла. Очень хороший запах. Это бананы. И, кстати, у них всегда они одни и те же. Где это? Чье это? Наверное, я думаю, это американское. А, нет, Коста-Рика. Коста-Рика. Коста-риковские баранчики. Пока дети дома, каникулы, я стараюсь покупать фрут-лупс им на завтрак или на перекус. Ну, не на завтрак, на перекус. Скорее всего, как на второй завтрак в 10 часов. Я им по маленькой мисочке, значит, ложу вот этих вот фрут-лупов. Это прям фирма, которая изготавливает фрут-луп. Обычно они дорогие. Но в Коско вчера как раз была на них скидка. Обычно эта упаковка здесь, по-моему, 800 грамм. Две большие очень упаковки. Они в одной коробке лежат. Она обычно стоит 8 долларов. Вчера, короче, была скидка 2 доллара, поэтому я взяла. Как раз совпало и каникулы, и скидка, в общем, и фрут-лупс. Потому что именно их они любят. Конечно, у них тонна сахара. Но что делать? Иногда детей надо баловать. Все-таки пока детки, можно еще чуть-чуть сахар. Итак, это разное такое ассорти макаронно-мучное. Здесь 9 упаковок разных видов макарон по 500 грамм. Стоит эта пачка 7 долларов. Это самый дешевый дел, который вы можете найти. Он всегда есть в костках. В общем, такая вот разная паста. Здесь есть и пены, и, в общем, вот эти спиральки. И даже есть, по-моему, упаковка... Да, не одна, а даже вот 4 упаковки спагетти. В общем, это очень выгодный дел. 9 упаковок по 500 грамм каждая. Стоит 7 долларов. У меня уже закончился вот этот ВИМ. Такое мощное средство кремовое для раковин, для унитазов, для ванн, для керамических всяких поверхностей, для металлических поверхностей. То есть, вы можете мыть все свои плайн с дома. Раковины металлические, вот эти алюминиевые, или какие они очень хорошо моются. В общем, я его очень люблю. Впервые я его купила, когда приехала в Канаду. У меня была такая же упаковка из 4 баночек. Баночки, конечно, были, мне кажется, побольше. Не кажется, а 100%. Их, правда, было 2. Здесь их 4. Там их было 2. Поэтому, я думаю, это, в принципе, то же самое количество. Стоит это удовольствие 11 долларов. Получается, здесь 2 литра все вместе, если взять упаковочки. По 500 миллилитров в каждом. А когда я приехала, я купила тоже 2 такие упаковки. То есть, 1 упаковку, в которой было 2 такие баночки. До сих пор они у меня есть. Там капелька осталась. Считайте, практически 4,5 года я этим пользовалась. Он очень приятно пахнет. Он очень хорошо все отмывает. Не оставляет, естественно, так как это крем, а не порошок, никаких царапин на поверхности. Дезинфицирует и оставляет очень приятный запах. Меня часто спрашивают, вот каким средством я мою. Вот именно вот это я и покупаю. Поэтому, это покупка 11 долларов. Но это на ближайших, ну, года 4 точно. Была также скидка вчера на финиш. Я не планировала покупать, потому что у меня еще есть пол пачки вот такого. Но такая скидка бывает редко. Я боюсь, что когда у меня закончится, у меня не будет как раз этой скидки. В этой упаковке 2, почти больше, чем 2,5 килограмма. 147 таблеток. Вот они так упакованы. Скидка была такая. Вместо 24 долларов за 17. Это очень хороший дел. Всегда я на него попадаю. И, то есть, у меня вот финиш только лишь по этой скидке я беру его в Костка. Очень хороший дел. Но этого хватает прилично. 147 стирок. Я использую одну таблетку на одну стирку. Стираю я раз в день. Ну, вот и считайте. Иногда раз в два дня. Очень редко. Но будем считать. В среднем каждый день. 30 стирок в месяц. Так что, получается, практически 4 месяца я пользуюсь вот этой упаковкой. Очень выгодный дел. Смотрите только по скидкам. Никогда не берите по полной цене. А сейчас, внимание. Я не планировала вчера покупать порошок для белья, для стирки. У меня пока что еще есть, который я купила очень давно по скидке, 2 банки. Но вчера оказалась какая-то огромнейшая скидка. То ли, сколько он стоил. Он стоил вот. Он стоил. Это 4,5 литра. Этот бренд считается очень популярным, дорогим. Обычно вот он стоит, я сейчас смотрю прям по чеку, 17 долларов. Вчера на него была 7 долларов скидка. А когда я пришла, я пришла вечером, уже было достаточно поздно. И там стояло, ну, в общем, может быть, еще где-то 6 штук. Ну, я думаю, возьму бутылочку. Думаю, все-таки скидка хорошая. Я знаю, что бренд хороший, но я никогда не брала. Я просто знаю, что люди берут, как сказать, мне не по карману. Думаю, у меня, конечно, еще есть порошок. Но думаю, уже там скоро ему конец, уже может быть. Думаю, возьму. 10 долларов, 4,5 литра. Окей. Я взяла, люди ко мне подходят, меня обгоняют, берут по 2-3 бутылки. Потом я думаю, господи, наверное, хороший бренд. Я прохожу, значит, немножко дальше в ряд, продолжаю свою покупку. Ко мне подходит мужчина, говорит, где вы взяли этот порошок? Типа, мы его ищем с женой уже целый вечер. Я говорю, там в начале ряда стоит. Я говорю, ну, там я не уверена, что что-то еще осталось. Они, спасибо вам, спасибо, побежали. Конечно, прибежали, там уже ничего не было. То есть люди гребли. Видимо, считается хороший бренд, качественный порошок. По такой цене люди просто выхватывали. Вот мне 4,5 литра обошлось в 10 долларов вместо 17. Так, чего еще не было названо? Последние продукты. Значит, яблоки. Неплохие яблоки. Я беру 6 паундов за 6 долларов. Получается все очень... Да, 5,99, 6 паундов. То есть доллар за паунд это нормальная хорошая цена за хорошие качественные яблоки. Вообще овощи, фрукты я не беру в Коско. Но так вчера сложилось, что бананы я пострела, получается, ту же самую сумму. Они были такие желтые, так пахли. Я просто не могла пройти мимо. Яблоки я там беру. Дальше. Это мои обычные йогурты. Они всегда продаются в Коско, уже очень много лет. Упаковка за, по-моему, 5,25. 24 штуки по 100 мл каждый йогурт. И этот йогурт, пить его я беру и до в школу. До школы еще не началась. Но в Коско я хожу раз в 2 недели. Те покупки, которые вы видели сегодня, это на 2 недели. Вот этот вот йогурт я спрятала ему до школы. По срокам он нормальный. 15 баночек стоит 10 долларов. И вчера на него была скидка 2 доллара. Поэтому, в общем, да. Кстати, я проверила, что Вим, который я вам показала, моющее средство кремовое, он стоил 8,99 вчера, а не 11 долларов. Поэтому, в общем, моя покупка вчера обошлась ровно в 150 долларов 99 центов. Вы можете посмотреть чек, вот, остановить, нажать на паузу и посмотреть более подробно. Вообще на 146 долларов, но с налогами 150,91. Итак, это были наши покупки в Костко на 2 недели. Надеюсь, вам было интересно. И вы подчеркнули для себя что-то такое свеженькое и новое. Всем пока-пока. Экономьте деньги. Продолжение следует...